МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре проходит летняя детская оздоровительная кампания. В чем ее особенность? Чем радуют своих подопечных оздоровительные лагеря и образовательные центры? Как организована система безопасности детей? В нашей студии Елена Сироткина, руководитель управления общего и дополнительного образования Департамента образования администрации городского округа Самара и директор Центра дополнительного образования экологии детства городского округа Самара Оксана Шубина. Елена Александровна, Оксана Константиновна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Ну и лето наконец-то началось. Лето в разгаре. Дети отдыхают, каникулы. Ну, сейчас кто-то сдает еще экзамен. После экзаменов, насколько я понимаю, ученики девятых классов могут еще попасть в лагеря. И вот как раз об этом и речь. О детском оздоровительном отдыхе. Вот на сегодняшний день сколько детей уже отдыхает? У нас есть разные формирования летние. Что касается для детей младшего школьного возраста, это же, конечно же, лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. Сейчас у нас 15 тысяч детей, которые уже с 1 июня уже пришли в лагеря с дневным пребыванием. И на базе образовательных учреждений у нас открыто 189 таких лагерей. Это и общеобразовательные учреждения, то есть школы, и учреждения дополнительного образования. В этих лагерях организован режим работы либо сокращенный с двухразовым питанием, либо полный режим работы полного дня с трехразовым питанием. Вот с трехразовым питанием дети в лагере находятся с 8.30 или с 9 часов до 17.30-18 часов. А если это двухразовое питание, то дети до 14 часов находятся в этом лагере. Там разнообразные программы, экскурсии, свежий воздух, игры. И, конечно же, ребенок, который находится в лагере с дневным пребыванием, это не только присмотр и уход, когда родители спокойно могут его отправить в школу, но и это его развитие. Каждый лагерь имеет свою воспитательную программу. И надо сказать, что эта воспитательная программа, она разрабатывается для каждого лагеря отдельно, с учетом той образовательной организации, на базе которого находится лагерь. Вот сейчас, если брать не только лагеря дневного пребывания, которые находятся в школах, а еще говорится о лагерях, по сути дела, загородных, лагерях отдыха, как мы когда-то говорили. Сколько таких лагерей, где они работают? В ведомстве Департамента образования таких лагерей шесть. Сейчас уже тоже с 1 июня эти лагеря начали работать, заехали первые смены. Мы планируем, что в каждом лагере у нас будет пять смен по 14 дней, и общее количество детей, которые отдохнет в загородных лагерях, более пяти тысяч детей. Есть у нас еще в администрации городского округа Самара еще несколько лагерей. Это лагерь Олимп под ведомственным департаментом спорта, который тоже работает с 1 июня. И лагерь Волжский Артек, который под ведомственным департаментом семьи. И в этих лагерях тоже еще порядка тысячи детей будут отдохнуть и получат заряд на следующий учебный год. Я вот сейчас предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Сюжет как раз касается начинавшегося тогда, потому что он снимался еще до начала смены, и начавшегося процесса отдыха детей, как готовили, что готовили и так далее. Больше 22 тысяч детей в этом году отдохнут в оздоровительных, спортивных и школьных лагерях Самары. Уже в начале июня учреждения откроют свои двери на первую летнюю смену. Только школьных лагерей в этом сезоне будет более 180. Они примут 15 тысяч человек, больше половины из которых будут оставаться на полный день. Для детей организуют трехразовое питание. Представители профильных департаментов отметили, что вся инфраструктура уже подготовлена. В некоторых лагерях после проверок условия удалось значительно улучшить. Так, в Волжском Артеке, например, установили новые умывальники, полностью отремонтировали санузлы, уличную эстраду и ряд спорт-объектов. Члены межведомственной комиссии осматривали территорию лагерей, домики, столовые, хозяйственные постройки, проверили условия, которые позволят детям и сотрудникам соблюдать санитарные правила. В ходе проверок основное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности детей противопожарной и противоэпидемиологической обстановки. Обсудили на совещании и организацию досуга детей в летний период. Представители профильного департамента отметили, что большое внимание уделено акциям, событиям и праздникам, которые будут проводить на свежем воздухе, чтобы у ребят была возможность больше гулять. Организовали разные мастер-классы, выставки, квесты, лекции, патриотические акции и другие активности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот мы видели, речь шла о том, что 22 тысячи детей отдохнут и лагеря активно готовились. А как вот этот процесс подготовки, вот если, ну, поподробнее, когда он начинается, и с чего он состоит? Конечно же, как только заканчивается летний сезон, сразу начинается подготовка к очередному сезону. Составляются сметы, анализируются те предписания, которые были выданы в течение вот этого летнего периода этим загородным организациям. И поэтому уже начиная с где-то, наверное, уже с февраля месяца, уже точно знают, какие работы будут выполнены, что должно быть подготовлено к открытию летней оздоровительной кампании. Вот у нас в 2023 году, в феврале месяце, мы приступили к постройке нового корпуса в одном из наших лагерей. Быстро возводимый корпус, который был построен буквально за считанные месяцы. И уже 1 июня к нам приезжала Валентина Ивановна Матвиенко на открытие этого корпуса в лагере «Авангард Самара». То есть такое быстрое и достаточно большое количество финансовых средств, которые вложены в летнюю оздоровительную кампанию, они себя окупают в течение лета. И, конечно, для того, чтобы подготовиться, это и руководители этих образовательных организаций, и, конечно же, руководители всех департаментов понимают значимость летней оздоровительной кампании и прикладывают все усилия для того, чтобы лето прошло интересно, замечательно, и дети получили полное удовольствие. – Оксана, кстати, расскажите, как отдыхают дети в вашем центре? Потому что, насколько я понимаю, центр экологии детства, он такой, ну, как бы многопрофильный. То есть у вас есть разные, на самом деле, варианты работы с детьми? – Ну, как в любое учреждение, да, по образованию, мы занимаемся разными видами отдыха детей, организацией разных видов отдыха. Естественно, выезжаем в лагерь. То есть, да, у нас есть загородные лагеря, как сказала, да, Ленарий Загородный. – То есть вы также, ваши дети выезжают в нормальный, обычный, стандартный лагерь? – То есть туда приезжает организатор смены, то есть это какое-то учреждение, либо доп. образование, либо это школа, которая проводит какую-то профильную смену. Программа, она не только воспитательная, она еще и образовательная. То есть обязательно в состав каждой программы входят образовательные модули. Дети не просто развиваются, они еще получают профориентационные какие-то мероприятия, потому что от нас просят хороших специалистов, чтобы дети рано определились в профессии. – То есть вот профильная смена, если мы еще раз, ну, скажем так, уточним вот это название, это не просто смена в летнем оздоровительном лагере, а это смена на какую-то тему? – Конечно, нет, любая смена на какую-то тему. Просто в программу добавлены мероприятия, которые помогают детям определиться с выбором профессии. – Ну и дети, видимо, собираются туда с какими-то склонностями. – Конечно, конечно. – Потому что если я, допустим, там технарь, ну, наверное, мне можно, конечно, поехать на смену там любителей рисования, но все-таки, наверное, вот лучше пойти туда, где что-то выпиливают. – Возможно, вы не знаете, что вы технарь еще. Вы приезжаете в эту смену, и для вас проводятся и художественные мероприятия, вы рисуете, и поете, и танцуете, есть такие мероприятия. Но в то же время проходит мастер-класс по робототехнике, по беспилотникам, какие-то еще мероприятия, которые развивают инженерное и техническое мышление. И вот тут вы понимаете, что я технарь. И с начала учебного года приходите в учреждение доп. образования именно вот на тот профиль, который, как вы поняли, вам близок. То есть это такая еще работа по набору детей к себе в учреждение доп. образования идет во время смены. А второй вариант отдыха, что мы организуем, это как любая школа, в июне месяце лагерь с дневным пребыванием детей. Точно так же у нас в этом году трехразовое питание, в два раза увеличилось количество детей, до этого было 30 детей, в этом году мы взяли 66. Спасибо администрации города Самар, что отделяют деньги. Ну это важно, потому что ничего не сделаешь. Большое спасибо, потому что увеличится количество детей в два раза, но это не очень простой процесс. Нужно было найти средства, чтобы их накормить. Тем более не полдня, мы все время занимаемся полдня, а теперь целый день. В прошлом году много родителей просили, гораздо удобнее привезти ребенка на целый день под присмотром у вас. Я как родитель согласен. Администрация Самары, я так понимаю, пошла навстречу родителям, и в этом году вот очень замечательное такое начинание, дети у нас с 8 и до 6 вечера. Конечно, нагрузка выросла на педагогов, но отдачи будет больше, и пользы будет больше. Согласен. А в каких, вот где проходят ваши, скажем так, вот дневные лагеря в городе, и в какой, ну, загородный, скажем так, лагерь вы детей вывозите? В загородный лагерь в этом году мы едем в вторую смену лагерь «Заря». У нас 5 учреждений по городу, Карла Маркса 10, клуб «Калейдоскоп», клуб по месту жительства, вот там у нас лагерь с дневным пребыванием ребят. Они ходят также на экскурсии в космический музей, в крывеческий музей, и по улицам Самары тоже педагоги разработали свои замечательные экскурсии. То есть в этом году у нас программа направлена на изучение города Самара, на его историю, скажем так, туристко-кровеческой направленности. Да замечательно. На самом деле, вот, подчас, можно только позавидовать, потому что взрослые-то мы, ну, не все знаем о родном городе. Иногда заходишь в какие-то места, смотришь, и думаешь, почему раньше этого не знал и не видел. То есть все покажется, все расскажется. Конечно, с этой целью организована смена. Она называется «По улицам Самары». Вот вопрос важнейший. 22 тысячи или более 22 тысяч детей вот за лето отдохнут у нас. Трехразовое питание. Ну, то есть вот все плюсы я услышал. Это совершенно замечательно. Я правильно понимаю, что это сколько-то стоит или это бесплатно? Для родителей, конечно же, это бесплатно. Для родителей действительно нет. Для бюджета городского округа, конечно, это большие достаточно деньги. Надо сказать, что на лагеря с дневным пребыванием это субсидии, которые нам поступают из областного бюджета, а загородные лагеря – это полностью бюджет городского округа Самары. В любом случае, вот, нужно четко понимать, что для родителей это не стоит ничего. Это бесплатно. Вот в таком случае вопрос важнейший. Как родителям получить путевку в лагерь? И, кстати, до какого возраста ребенок, ну, принимается вот в лагерь загородный или в лагерь дневного пребывания? В лагерь дневного пребывания у нас идут дети с шести лет. Ну, вот в учреждениях дополнительного образования, это по решению самой организации, они там могут и более младших детей принимать. Ну, это уже по личной такой договоренности. Но младше пяти все равно мы не верим. Ну, младше пяти, да, и не стоит это делать, потому что все равно программа рассчитана на младших школьников. То есть в лагерях с дневным пребыванием это дети, ну, в целом с семи лет до четырнадцати лет включительно, а в загородных лагерях это дети с семи до восемнадцати лет. Для того, чтобы получить путевки в наши лагеря, нужно быть активным участником школьной жизни. Формирование таких заявок у нас начинается в марте месяце, и родителям на родительских собраниях рассказывают про лагеря с дневным пребыванием, и по заявкам родителей уже комплектуется определенное количество, и там договариваются, сколько двухразовое, трехразовое питание выбирают родители. А для загородных лагерей здесь, конечно же, нужно быть участником различных проектов и, наверное, программ дополнительного образования, потому что наши смены, они все-таки профильные. И попасть туда можно, исходя из заявок, которые подает уже организация. То есть, например, если в школе, если вот мы говорили про техническую направленность, есть кружок какой-нибудь технический по робототехнике, то педагог должен заявить об этом, что есть желающие дети, и я как педагог готов поехать на профильную смену. И здесь обязательно, конечно, контакты с родителями. То есть до родителей должна эта информация доводиться. Но у нас есть еще и ряд лагерей, вот тоже лагерь Волжский Артек, например, и вот наш подведомственный департамент образования «Авангард Самара», где предоставляются путевки через региональную систему «Супрема». И здесь родители могут забронировать путевки на интернет-портале «Супрема-63». Бронирование этих путевок чаще всего идет в конце апреля. Ну вот я могу сказать, что на две смены, которые у нас были в лагере «Авангард Самара», путевки разобрали, там 220 человек в каждую смену, путевки разобрали за 12 минут. То есть наши лагеря, мы можем сказать, что пользуются достаточно таким… Да, огромным спросом. …спросом. А лагерь «Авангард» у нас он военно-патриотической направленности, и многие родители, услышав про… Вот, кстати, расскажите подробнее об этом лагере, потому что ведь туда недавно приезжали, так сказать, наши федеральные гости. Да, федеральные, открывали, торжественно открывали этот лагерь, ну, традиционно, он у нас военно-патриотический, там подготовлена вся инфраструктура для того, чтобы ребята, как мальчики, так и девочки, могли ознакомиться с военными профессиями. И вот наш, этот лагерь «Авангард», мы можем им гордиться, потому что там участники этого лагеря становятся традиционно, и уже на протяжении последних пяти лет победителями региональных, межрегиональных, всероссийских конкурсов. И туда приезжают в основном вот профильные смены, они у нас там на защите Родины, название такое идут. Дети со всех школ, которым интересно это направление, или которые еще не могут определиться, куда им пойти, что выбрать. Попробовав себя один раз, они могут там продолжить, например, в кадетском корпусе свое обучение, в кадетском корпусе лагеря «Авангард», либо сказать, что я понимаю, что это такое быть защитником Родины. Там очень интересная инфраструктура, есть полоса препятствий, тир, есть для подготовки, место для подготовки метания гранаты. То есть все то, что можно использовать потом в будущем, если ты выберешь профессию военного. И воспитатели в этом лагере не просто обычные педагоги, а это бывшие военные, которые пришли туда и работают. И я думаю, дети, съездив туда один раз, обязательно вернутся в следующий. То есть это такой мужской лагерь на самом деле, вот в хорошем смысле слова, с мужским настоящим воспитанием, куда вот если ты хочешь своего ребенка отдать под чуткие и жесткие мужские руки, то это вот туда, и там все будет очень хорошо. Надо сказать, что туда рвутся и девочки. Да еще бы. Потому что там совершенно другое воспитание, отличное от того, что мы привыкли. Когда мальчики открывают перед девочками двери, когда девочек пропускают вперед. То есть это тот вариант, когда девочка себя наконец-то чувствует девочкой. И девочек, конечно же, там намного меньше, потому что они проходят такую же подготовку. И там программа направленная, ну прежде всего, на физическое воспитание. И девочки оттуда приезжают такие повзрослевшие. Подтянутые. Подтянутые, да. И понимают, что это такое, что такое военно-патриотический лагерь. И каким должен быть настоящий мальчик и будущий мужчина. Что на самом-то деле, вот это идеал на самом деле. Вот важнейший вопрос, не могу не задать, безопасность. Как выстроена система безопасности в детских оздоровительных лагерях, лагерях дневного пребывания? Потому что, ну, время как бы непростое. Тут еще и когда-то, она как бы прошла пандемия, но тем не менее, и вирус все равно не исчез никуда. И есть еще много вопросов. Расскажите об этом. Ну, наверное, это один из главных вопросов обеспечения безопасности. И антитеррористической, и противопожарной безопасности, эпидемиологической безопасности. И здесь, конечно же, у нас, я могу сказать, что приемка лагерей проходит только при межведомственном участии специальных служб. И поэтому разрешение мы получаем у либо Роспотребнадзора, либо у МЧС, либо у полиции. Поэтому надо сказать, что в лагерях с дневным пребыванием, это, если учреждение на базе общеобразовательной организации, это полностью та защита, которая была в течение учебного года, это обязательно металлодетекторы, обязательно человек из службы охраны, который принимает этого ребенка и осматривает ребенка. Это камеры, которые находятся в здании учреждения, и это те моменты, которые, ну, такие, можно сказать, режимные. То есть никого не пропустят просто на территорию образовательной организации. В загородных лагерях там количество охраны чуть побольше, чем в общеобразовательных учреждениях. На каждый выход там обязательно должен быть охранник. И камеры на территорию, на подъезде к территории. То, что касается, мы говорили, эпидемиологической безопасности, здесь тоже важно, что в лагерь воспитатель не может поехать, если он не прошел медицинский осмотр. Одним из таких важных моментов в медицинском осмотре – это получение результатов анализов на коронавирус. То есть это до сих пор жестко слезится, сохраняется. За два дня это обязательно такие, сдают анализы. Если он положительный, то ни в коем случае туда педагог поехать не может. Те, кто работают на пищеблоках, обязательно работают в масках. То есть в масках и в перчатках. То есть такие меры сохраняются. Ну вот для детей, если там в прошлый год у нас дети тоже должны были проходить медосмотры, тестирование на ковид, то сейчас немного у нас послаблений есть. Но это для детей, а для взрослых нет. Все те же меры остаются. Ну это на самом деле и правильно, потому что, собственно говоря, главное – это наши дети. И, соответственно, взрослые, которые с ними работают, они должны быть а – здоровы, ну и б – профессиональны. Да. И, соответственно, осталось совсем немного времени. Скажите, вот получить путевку можно только до весны или сейчас какие-то есть еще шансы? Или уже практически все путевки? Практически шансов нет. Тогда когда надо начинать и до какого числа? Вот, ну не позднее какого числа начать? Апрель. Апрель и, да, ну вот, наверное, последняя неделя апреля. Вот это вот активно мы занимаемся. Этим вопросом, формированием смен, оно там может быть какое-то движение, но это нужно быть всегда на связи с педагогами. Ну, понятно, потому что кто-то может отказаться, соответственно, место освободится, но в целом родители должны понимать, вот хотите отправить бесплатно, подчеркиваю, ребенка в детский лагерь, начинайте в начале апреля, и до конца апреля этот процесс закончится, и, соответственно, с 1 июня ваш ребенок окажется в шутких руках педагогов. Большое спасибо за хорошую, интересную, содержательную беседу. Я желаю, чтобы вот полностью весь летний оздоровительный цикл прошел идеально, чтобы дети приехали здоровые, умные, красивые, и 1 сентября вернулись в школу. Вернулись в школу. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Напоминаю, в нашей студии были Елена Сироткина, руководитель управления общего дополнительного образования Департамента образования Администрации городского круга Самара и директор Центра дополнительного образования и экологии детства городского круга Самара Оксана Шубина. Всем вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok